Приветствую вас. Вопрос задаёт Алёна. Пьянки, мужи, грубость, унижение сына её. Вот. Спички агрессии. Алёна пишет, что правильно ли я поступил, не пустив домой отца моего ребёнка и мужчину, с которым живу на протяжении 12 лет с перерывами на расстоянии. На расстоянии. Смотрите. Здесь ситуация следующая. Во-первых, вы мыслите не в том направлении. Вы спрашиваете, стоит ли прощать? Мне кажется, что есть причина, по которой вы перечисляете роль мужчины, отец ребёнка и мужчина, с которым вы живёте. То, что бросается в глаза. То, что это не муж ваш, то есть вы почему-то не поженились за это время. Судя по... Ну, судя по тому, что я могу видеть, да, судя по тому, что вот вы пишете и вы не поженились. Вот. Это первое. И второй момент, это то, что эти факты указывают на проблемы ваши, собственно. То есть, например, на проблемы самооценки. Вот. Ну, давайте обо всём по порядку. Хочу понять, правильно ли я поступил и не пустив домой отца моего ребёнка мужчину, с которым живу на протяжении 12 лет с перерывами на расстоянии. Есть момент в том, что нет правильного и неправильного. Есть, как бы, позиция такая, что вы чего-то хотите, вы как-то чувствуете и вы так поступаете. Здесь трудность в том, что вы хотите поступить правильно. На мой взгляд, это является проблемой. То, что вы хотите поступить правильно. Поступить правильно не получится. Поступить правильно нельзя. Нет такого, как поступить правильно. Есть такое, как поступить так, как я чувствую. И особенно это касается личной жизни, особенно это касается взаимоотношений, особенно это касается семьи и так далее. Вот. Здесь ваши проблемы в том, что вы хотите поступить правильно. Что из этого вытекает? Из этого вытекает то, что вы можете поступить неправильно. Если человек может поступить неправильно, он боится поступить неправильно. Он думает, что если он поступит неправильно, то с ним будет что-то не так. Что он какой-то не такой. И, собственно, собственно, вот это, как бы, ну, в этом, в этом смысле, в этом смысле. Это большая ваша проблема. Вот. Что вы пытаетесь поступить правильно. Дальше. Во-первых, он постоянно унижает сына, если ребенок чего-либо боится, лифта, криков и т.д. Один юбку дотрул сыну 6 лет. Муж постоянно преувеличивает его возраст. Здесь вы, Алёна, жалуетесь на мужа. Именно, что жалуетесь на него. В известной степени я вас понимаю. У вас, ну, возможно, да, накопились какие-то чувства, да, то есть накопилась злость, накопилась обида. Вот. И важно понимать, что в жалости вы это вроде как, ну, вроде как выражаете вообще. В жалости вы это вроде как, эм, вроде как вы это проявляете. Ну, это вот абсолютно такая вот, получается, безперспективная затея. Почему? Да, почему? Да, потому, потому что, во-первых, это не решает проблему. Это не решает вашу проблему, это не решает проблему ваших чувств. Вот. То, что вы жалуетесь на своего мужа, это просто вот в данном случае позиция жертвы. И вот тут довольно интересный момент. Если мы говорим, если мы говорим о позиции жертвы, ну, о вашей позиции жертвы, если мы говорим, то важно понимать, наверное, следующее. В этом смысле важно понимать следующее. Что вы находитесь в созависимых отношениях. Не потому, что ваш муж выпивает, у него совершенно очевидно есть проблемы с алкоголем, да? Вот тут такой момент, что многие, говоря о, ну, допустим, говоря о созависимости, вот всегда связывают это с зависимостью, ну, другого человека, партнера как бы. Вот. Я такой связи не делаю. Я предполагаю, что созависимость возможна, когда нет такой вот, ну, явной, химической, например, зависимости у человека, у партнера, да? Я предполагаю, что созависимость, это, ну, вот считается, что созависимый, созависимый, это тот человек, который, условно говоря, как бы находится с другим зависимым. Вот. И понимаете, штука в том, что можно быть зависимым и без зависимым. И вот мне кажется, что вы в какой-то степени зависимы от человека. То есть выделять нужно именно это. А вы пишете, что он там не помогает, да, что он там не обеспечивает нормально, нормально. Вот. Вот. Но при этом вы все равно вот как-то, ну, ему тяготеете. Вот. Вы говорите, что он там к вашему сыну относится не очень хорошо. Но при этом вы говорите о том, что, ну, вот не пустила домой отца ребенка. А является ли он в общем и целом как бы отцом? Ну, по факту. Вот. Является ли он отцом ребенку, если он как бы ведет себя так, как ведет. Кроме этого, важный момент заключается в том, что подобное поведение не является, ну, чем-то возникшим из ниоткуда, да. То есть подобное поведение, у подобного поведения есть, ну, как бы, причины. Вот. То есть мы можем говорить о том, что подобное поведение чем-то обусловлено. И причины такой обусловленности находятся, конечно же, в ваших отношениях. То есть в ваших отношениях есть что-то, что обуславливает такое поведение мужа. Вот. Это может быть ревность, ну, вот к сыну, да, это может быть ревность, может быть, там, что-то еще. То есть в данном случае, ну, в данном случае это нужно, нужно выяснять в данном случае, как это работает. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, ситуация достаточно серьезная. Дальше. Так, тебе уже скоро восемь, ты боишься всего, он уже почти в школу уходится за ним, как за маленьким. Это когда сын болеет, например. Смотрите. Я полагаю, что вы об этом пишете вот в том контексте, что... Ваш муж не прав. Я полагаю, так. Но дело в том, что зависимый человек, а вы производите, повторюсь, вы попадаете под все признаки зависимого человека сейчас. Так вот, зависимый человек действительно очень много и часто уходит в гиперопеку. И что называется? Заботиться о других людях больше, чем о себе. Гиперопека, сверхзабота, если можно так выразиться это. Вещи абсолютно нормальные для зависимого человека, у которого есть страх остаться, например, одному, да, и... Который не верит в себя. Вот. То есть, возможно, вы действительно гиперопекаете ребенка. Ну, кроме того, что вот... То, что ребенок боится, например, лифтов криков, да, может быть, как связано с обстановкой в семье, так и тем, что вы гиперопекаете. Пить ему вообще нельзя, имея в виду вашему мужу. Смотрите, здесь вы рассуждаете уже как классический созависимый человек. То есть, человек, который находится в зависимости от другого зависимого. Почему? Дело в том, что это родительская позиция. Ну, вот, в данном случае, да, можно говорить о том, что это родительская позиция у вас. То есть, что значит нельзя пить? Вы не мама своему мужу, чтобы решать, что можно, а что нельзя. Я думаю, что ваш муж сам вполне способен, ну, как-то вот, как-то вот, решить, что для него можно, что ему можно, а что ему нельзя. Вот, поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Что вот, когда вы говорите, что ему нельзя пить, вы говорите непосредственно как родитель. И если вы ведете себя как родитель, то нет ничего удивительного в том, что вы своего мужа по факту, ну, или мужчину, я так и не понял, женатого или нет. Вот, но я бы сказал, я бы сказал, что вы, ну, позиционируете себя как родитель здесь. И это, на мой взгляд, весьма и весьма серьезная проблема. Потому что, если человек ведет себя как родитель, то с ним можно вести себя только как рыбарь. То есть, вот, по сути, двое детей. Дальше, он не бьет местами, поэтому, что равно это бывает обещание. Ну, это нормально. Для зависимого человека это нормально. Я понимаю, что по пьянию люди все хоросят. Тут не просто по пьянию, тут зависимость. Но этот человек вообще не вынужден с ним грубить, ничего не понимает, глаза в кучу, спад не дает, даже кулаками махать. Но, опять же, эта история, во-первых, про зависимость, во-вторых, про то, что вы, как бы, сами позволяете этому происходить. Дальше, вот вы пишите до утра, нужно с ним нянчиться. Вас никто не выставляет, вы это делаете сами. Это, опять же, классическая история про созависимость. Проблемы с самооценкой, страх, одиночество, требования от себя быть сильной и отсутствие, в общем и целом, именно женской модели поведения. И ощущения о своей человеческой ценности, у вас. Он вообще не соображает ничего, с ним страшно, он запугивает, неясно чего от него ожидать. Но вот здесь вы говорите о своей тревожности, о том, что, по большому счету, на кого-то из сне вы пытаетесь опереться, для того, чтобы почувствовать себя в безопасности. Мы по поводу воспитания пьяных постоянно цапаемся. Смотрите, здесь идет психологическая игра, которая называется «Скандал». Я вам рекомендую ее изучить, она описана в интернете. Скажу только, что это проблема личных границ и ответственности. Вы говорите «мы цапаемся», нет. Есть вы и он. И он вносит свой вклад. И вы. И вам нужно увидеть, какой вклад вносите вы. Ну и учиться конструктивному общению, конечно. К сожалению, моя позиция всегда неверная, спокойно поговорить он не умеет. Ну, если вы цапаетесь, то и вы тоже, получается, спокойно не говорите. Если ваша позиция всегда неверная, то предполагается, что есть верная и неверная позиция. А что, если правы оба? В этот раз мой сын запомнил, что по телевизору говорили об актуальных событиях и поделился с нами. Что он все запомнил и понимает в новостях. Я сказал, что он молодец, все знает. Муж ответил, тебя вообще в армию не возьмут, так как мужиков юбки не берут. Зачем так? Нужно, говорю, научить, так и так надо делать. А ты его угоряешь постоянно. Здесь вы ведете себя как родитель. Повторюсь, это деструктивная коммуникация. Человек психанул и собрался уходить. Ну, то есть, тут как бы... Условно говоря, понятно, что есть элемент сдерживания и подавления каких-то чувств. То есть, между вами недоверие. Связано это с тем, что вы не доверяете сами себе. Вы оба. Было еще много бла-бла-бла. Я знаю, чем все вернется. Он просто сказал, либо ты успокаиваешься, либо отдаешь ключи и уходишь с вещами. Это ультиматум. Ультиматум это манипуляция. Вы прибегаете к манипуляции. Опять же, из-за недоверия в себе. Он собрался, ушел. Вчера звонил пьяным, украшал. Хотел выбить дверь. Сегодня звонит, извиняется. Пусти домой. Я не брал. Холодно. На работе в гараже. А вот еще один такой момент, что... Понимаете, вот я сейчас спрошу меня понять правильно, правильно. то, что я скажу. Потому что я понимаю, что это может прозвучать обидно. Но обижать я никого не хочу. Вот. И на всякий случай скажу, что... Как бы, ну, всех людей я уважаю. И не делю людей на какие-то категории. Но... Есть определенная закономерность в том, что созависимые люди очень часто выбирают себе в партнеров, в партнеры людей, откровенно не дотягивающих до их уровня. То есть... Что это значит? Это значит, что сам созависимый партнер может быть достаточно высокоинтеллектуальным человеком. Сам созависимый партнер может быть интеллигентным, образованным, интеллектуально развитым. Но партнера выбирают ниже себя по интеллекту. Почему? Потому что, во-первых, так безопаснее. Во-вторых, я чувствую себя в какой-то степени в позиции над этим человеком. И, в-третьих, я могу быть, ну, условно говоря, уверенно, что человек никуда не уйдет. Вот. Понимаете, да? То есть здесь есть причина, здесь есть некая такая система. Ещё раз, на всякий случай, повторю, что я уважаю всех людей. Я не считаю, что какая-то работа может быть плохой. Я не считаю, что, ну, какие-то занятия могут быть плохими. Я лишь говорю здесь о том, что всё это идёт в одну канву. Я лишь говорю о том, что всё это имеет общую природу. Если вы говорите, что человек вас не обеспечивает. Если вы говорите, что вот, ну, как бы, да, условно говоря, не чувствуете себя защищённой. То, пробоксально, но именно такую цену платит созависимый человек за свою безопасность с партнёром. То есть внешне, внешняя безопасность есть, внешняя безопасность присутствует. То есть вы уверены, что мужчина не уйдёт, вы уверены, что мужчина будет с вами, вы уверены, что человек, там, условно говоря, вам не будет изменять и прочее, прочее, прочее. Вот, вы в этом уверены, с одной стороны. Но, с другой стороны, в самих отношениях вы себя, естественно, в безопасности не ощущаете. Именно по той причине, что вы выбрали такого партнёра, который находится ниже вас. И агрессия вашего мужа может быть связана именно с этим. Именно с необходимостью по его ощущениям, не по рациональной необходимости, а именно по его ощущению бороться. То есть мужчина, как будто бы, с вами бороться. Мужчина, как будто бы, пытается доказать вам, что он, там, условно говоря, чего-то стоит. И вот вопрос, который нужно, на мой взгляд, себе задать, он именно такой, а почему мужчина, мой мужчина, со мной хочет именно бороться? Почему мой мужчина не чувствует вот себя со мной, да, вот, ну, в спокойствии? Дальше. Я сказал, нет, наверное, я слишком чувствительный и совестливый человек. Я бы сказал, что, скорее, неуверенный человек в себе, и человек с низкой самооценкой, и человек, у которого, ну, присутствует чувство вины. Ведь не один день знакомый, наверное, жалко. Это, опять же, классическая логика созависимого человека. Он постоянно предаёт, врёт, обижает, но обеспечивает нормально, потом вот так звонит. Тут вы уже жертва, на жалость давит, в душе неспокойно, думаю, в 10 раз не стоит прощать. Хочу услышать ваше мнение. Наше мнение таково, что вам нужна психотерапия, вам нужна психотерапия для созависимого. Вот. Это процесс не быстрый, это процесс нелёгкий, потому что вам, вам подобная модель поведения удобна, вы получаете от этой модели поведения выгоду. Вы привыкли так жить, вы привыкли быть сильной. И, соответственно, по-другому вам сложно расслабиться вам, ну, очень, скажем так, очень тяжело. И учиться соприкасаться с этой частью себя, которую вы, скорее всего, вынуждены были зажимать, довольно нелегко. Опасно. Вот. Поэтому вам нужна психотерапия для созависимого. Для, ну, психотерапии созависимого. Вот. Всё это можно довольно легко изучить в интернете и найти. Я сейчас не говорю что-то такое, знаете, уникальное. Я сейчас не говорю, знаете ли, что-то такое сверхсекретное. Я говорю вещи, которые достаточно очевидны. Вот. Но не для вас, потому что ваше реально немножко другое. Вот. Попробуйте представить себе, каких отношений вы хотите. Попробуйте представить себе, какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой. Попробуйте представить себе это. Я не думаю, я не думаю, что это очень сложно будет для вас. Но это крайне важно сделать. Потому что то, какого мужчину вы себе представляете рядом с собой, вот, в общем-то определяет вашу потребностную сферу. В общем-то определяет то, чего вы хотите. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. 分ка. Обращайтесь за помощью. Удачи. Удачи. Удачи.